Всем приветухи, ребятухи, банально нет времени, надо позагорать, хоть немножко солнышко светит, надо сейчас резко выходить, поэтому, если ты хочешь силу гориллы, высыпайся, улыбайся, спортом занимайся, бэби, я тебе говорю, твоя жизнь начнет налаживаться, ты почувствуешь совсем другие ощущения, ты будешь реально от нее кайфовать, ты будешь получать удовольствие от каждого добанного дня, твоя жизнь начнет процветать, играть совсем другими красками, ты начнешь выделяться среди обычных, ты начнешь жить так, как другие не могут, ни хрена себе речь, ешки-матрешки, мотиватор во мне 100%, я вам говорю, короче, из самого интересного, сегодня у меня были ноги, сами понимаете, день ног, святой день, с тему голова, все дела, ну ладно, хватит орать, правильно, короче, что хочу сказать, я тренил ноги, а у нас площадка, там окружающие, все проходят, там такая тропинка, короче, сколько сегодня проходило людей, на меня вообще никто не смотрел, всем было на меня пофиг, это знаете, просто чисто на вопрос многих, зачем ты занимаешься фитнесом, фитнесом нужно заниматься для себя, как говорится, фитнес это не для окружающих, но, потом, когда я закончил заниматься фитнесом, непонятно чем, я стал растягиваться, и у людей просто тупо начали вылазить глаза, просто начали вот так вот выпадать по 5 рублей глаза, я говорю, женщина, у вас глаза упали, она говорит, где, где, я говорю, сейчас подниму, помогу, вы прикиньте, насколько это круто, когда тебя замечают, кто бы там что ни говорил, понятное дело, что нужно заниматься для себя, вот это бла-бла, человек сам по себе социальное существо, кто бы там что ни говорил, и человек прется от того, когда его замечают, когда ему делают комплименты, когда его хвалят, когда ему говорят, красавчик, бро, когда его усирают, его это тоже, как говорится, подбадривает, не сдаваться и топить дальше, в моем случае, мне, конечно, я кайфую от того, когда меня усирают, но, когда сегодня мне две бабульки говорили, молодец, сынок, продолжай, я говорю, бабуль, вопросов зира, я сам зира, это реально круто, это настолько заряжает просто бешеной мотивацией, знаете, реально топить дальше, несмотря на то, что там что-то не получается, что-то получается, какая разница, вот эти трудности, вот эти проблемы, нам нужны в жизни для того, чтобы мы их просто тупо решали, и в этом случае, все бычки-бомбони, если вы не сдадитесь, а если вы сдадитесь, значит, вы банально двухкомнатная квартира, как говорится, другого не могу вам сказать, и самое интересное, на самом деле, знаете, очень круто, когда ты занимаешься каким-то видом спорта, которым ты можешь задеть человека, которым ты можешь замотивировать человека заниматься, вот смотрите, берем банально, у нас очень много красивых видов спорта, допустим, конькобежный спорт, но спорт реально охреневающий, это сила, это мощь, это ноги просто безумные, реально космисс, просто как у мутанта ноги, но смотрите, где вы можете кататься на этих коньках, нигде, а когда вы пересаживаетесь на хоккейные коньки, понятное дело, это техника не та, это скорость не та, это совсем другие ощущения, это вообще совсем другие эмоции, а конькобежные коньки почему запрещены на всех массовых катаниях, лично у нас, я не знаю, может быть, где-то можно, потому что там лезвия очень длинные, и, соответственно, вы можете поранить другого человека, если вы вдруг там упадете, или, допустим, кто-то может на вас налететь и тому подобное, там такие шпалы охренеть, такие рельсы, это реально, это очень опасно, а так, видите, сами виды спорта очень красивые, но ты нигде не можешь им воспользоваться, это то же самое, знаете, как вот синхронное плавание, допустим, возьмем, да, бег и тому подобное, но спорт реально очень красивый, везде красиво все, но ты не можешь это показать, ты не можешь, знаете, до конца раскрыть свой потенциал, теперь, смотрите, берем банально, пример, растяжку, в моем случае растяжка, допустим, у всех глаза вылазят, вы прикиньте, вы можете растягиваться где угодно, понятно, вот, допустим, сейчас у нас, да, вот лето, поэтому все могут смотреть и тому подобное, а лето закончилось, кто-то скажет, типа, ну да, а зимой, но зимой нет, понятное дело, зимой там не до растяжки, куда ты, ну, такие синие губы ты трясешься, какая там растяжка, но ты можешь поехать, допустим, в любую другую страну, где тепло, ты же постоянно, в любом случае, можешь попутешествовать, правильно, можешь кому-то поехать в гости и тому подобное, ты можешь раскрывать свой потенциал, везде показывать, тебе вообще повик, ты просто выходишь, и у всех вылазят глаза, у всех просто чисто желание попробовать, ты мотивируешь людей, ты подталкиваешь людей просто не быть такими, как все, ты показываешь человеку, что на самом деле нет ничего невозможного, когда есть мечта, и когда есть реально бешеное желание вот выделяться среди обычных, это очень круто, то же самое, знаете, допустим, как вот у меня, хоккей, ну, в моем случае просто скоростой катание на коньках, ты можешь, конечно, кататься там, как пинут, что там ногами перебирай, как король на льду, но когда ты катаешься просто охреневающе, когда ты единственное на катке гоняешь как псих, и ты понимаешь, что на тебе ответственность, там, все дела, ты банально не можешь себе позволить ни упасть, ничего, когда люди просто из тебя реально фанатеют, они просто кайфуют, они говорят, мать, господи, как ты катаешься, он со мной познакомился, еще там две девчонки на катке в этом году, я им дал свои странички, они меня теперь смотрят, мои видосы, ничего мне не пишут, а просто смотрят, ну, красавчики, понятное дело, я не отвечу, я же не отвечаю никому, а смотри, как говорится, за это пока бабки не берут, поэтому, как-никак, видите, это круто, когда у тебя есть что-то то, чем ты можешь зацепить человека, чем ты можешь выделиться, просто тупо среди обычных, а все остальные виды спорта, ну, тоже очень классные, когда Магим не писал, допустим, чё-то толку ты растягиваешься, а я боксер, я тебя завалю двоечку, все дела, ну, завалишь меня и сядешь, понимаешь, и весь твой бокс уйдет, как говорится, коту под хвост, вот и все, и закончился и твой бокс, и твоя жизнь, и твоя карьера, и все, прикинь, по щелчку вот так, в один день жизнь оборвалась, поэтому перед тем, как писать такую чушь, немножко подумайте, знаете, на самом деле, вот тоже, да, опять все единоборствы и то подобное, ты не можешь никому показать, что ты умеешь и то подобное, ты что, выйдешь и будешь людей хреначить на улице, конечно, нет, потому что может найдется, допустим, какой-нибудь алкаш, который еще в армии там, как говорится, ого-гошечки был, и он тебе как даст по самому, не балуй, и ты потеряешься во веки вечные, понимаешь, и твоя двоечка, и твой сотряс, все уйдет, все у тебя уйдет, поэтому, знаете, как говорят, на каждого сильного найдется сильнее, на каждого выносливого найдется еще выносливее, поэтому, это глупо, когда ты что-то умеешь, а причиняешь вред и здоровью окружающим, круто, когда ты выделяешься, когда ты просто чисто своими действиями показываешь человеку, что возможно этого достичь, что можно этого добиться за какой-то определенный промежуток времени, как ты к этому пришел, круто делиться информацией, круто стараться человеку что-то преподнести, вот, допустим, в моем случае, да, круто, когда ты выделяешься, когда у тебя что-то свое, у меня, я помню, сделал аккаунт, там, тиктоки, везде, здесь, в ютубе, я никогда помню, ни за кем не повторял, у меня никогда даже и мыслей не было, там, у кого-то что-то своровать, какой-то контент, подсмотреть у того, сделать что-то свое, попробовать, а может, там, мне это всегда, мне это злило, и, на самом деле, когда люди в тиктоке выпустят, там, допустим, один тренд под какую-то музыку, и все повторяют, как попки-дурачки, одно и то же, тупо одно и то же, и ты листаешь вот так вести кток там 500 видео, и 500 видео одно и то же, просто лица меняются, а походки, вот эти всякие там различные элементы, танцы, музыка, абсолютно все одинаково, это глупо, это, прикиньте, это когда ты просто чисто за кем-то повторяешь, это когда ты стараешься вот как ноги, ты похож на там, ни хрена у меня, блин, упал, упал грушка, упала маленькая, ну ладно, но она не в чай упала, не в чай, это, на самом деле, просто чисто тупо, когда ты стараешься за кем-то повторяешь, когда ты показываешь, а ты похож на вот эту, а ты, да ни на кого я не похож, я похож на себя, я никогда не буду похож на того человека, потому что тот человек, это тот человек, а я, это я, у меня другая внешка, другая харизма, другие взгляды на жизнь, другие цели, все абсолютно разное, другой характер, это, это серьезно, это очень глупо, когда вы сравниваете одного человека с другим, от того, что там какая-то черта характера, может быть, или там внешне похожи, ну и что, ну похожи-похожи, но вы-то меня смотрите, вы меня любите за то, что я настоящий, за то, что я это я, за то, что я преподношу, допустим, так, контент, за то, что я снимаю видосы, за то, что я дурачусь, это просто, это моя фишка, и вы меня за это любите, не потому что я стараюсь быть кем-то, не потому что там я смотрю, думаю, блин, капец, здесь ролик не залетел, там не залетел, у меня ничего не получается, ааа, что делать, я буду снимать футблогинг, нет, я просто кайфую от того, чем я занимаюсь, я просто кайфую от того, что я снимаю, я не собираюсь под кого-то подстраиваться, кому что нравится, не нравится, вот эти, которые каждый день мне пишут комментарии злостные, там три бедолаги, каждый долбаный день, вы прикиньте, насколько у человека скучная жизнь, что он заходит к другому человеку и какую-то гадость пишет, мне лично все равно, что он пишет, я же не отвечаю, ну пишет и пишет, ну пусть пишет, за актив спасибо, а так, что ты тратишь свое время, негативишь и зачем тут эту грязь выливаешь, ну не знаю, в моем понимании это глупо, но знаете, что самое интересное, то, что один живет, а другой тупо существует, завидует и старается как-то вам нагадить, а нагадить он в любом случае никак не сможет, потому что у тебя есть цели, у тебя есть желание, вот ты вот как топил, вот есть у вас какой-то определенный, какая-то определенная мечта, вы просто чисто хотите, вы хотите этого достичь, вы хотите как можно быстрее к этому прийти, и вы просто чисто каждый день, вы прикиньте, меня же никто не заставляет, опять же, да, записывать вам видосы, вас радовать, я от этого кайфую, я не знаю, как это передать, просто получаю массу удовольствия, я прусь от этого, я каждое утро, вы думаете так тоже легко, каждое утро проснулся, умывся, думаешь, блин, капец, надо опять видосы писать, а, мне уже все надоело, сколько можно, нет, ты реально от этого кайфуешь, ты наоборот без этого не можешь, я допустим видос не записал, мне как-то самому не по себе, как-то уже настроение падает, потому что понимаешь, что человек меня ждет, пускай там несколько человек, какая разница, сколько тебя человек ждет, самое главное, что серьезно, есть те люди, есть реально у тебя, у тебя появляются фанаты, ты реально должен от этого, у тебя должно быть от этого, каждый день охреневающее настроение, что серьезно тебя представляешь просто чисто насколько люди себя кайфуют люди ждут твоего контента как ты можешь людей подвести как ты можешь не записать видос это реально это это охреневающе когда тебе старается подражать когда когда человек старается не старается пытается изменить свою жизнь он смотрит на самом деле знаете как допустим каждый видит то что он хочет видеть кто-то может вам не увидеть идиотом а кто-то наоборот послушай допустим да там мои видосы посмотрит и поменять свою жизнь попробовать что-то начать заново попробовать просто чисто избавиться от своего окружения не попробую действовать в одиночку посмотри как от него абсолютно на самом деле когда вы избавляетесь от людей когда вы чисто от вас есть своя дорога соответственно от одиночества до сильные действуют в одиночку а слабые жмутся к толпе и когда вы как говорится уже нацелитесь до 10 в одиночку будьте готовы что от вас отвернутся абсолютно все кто с вами бухал курил и тому подобное потому что банально когда у человека меняется взгляды на жизнь меняется чисто соответственно вкус и дам цели от человека все отворачиваются вы хоть раз видели чтобы допустим человек спортивный да заряжен телосложением и то подобное целеустремленный позитивный энергичный встречался с какой-то бедолагу на таких людей нет потому что это два разных человека это как плюс и минус но никогда плюс не будет минусы вы понимаете потому что минус но это минус а плюс это плюс охреневая статки от энергии бабам запиши поэтому серьезно кайпуйте реально от своей жизни получать удовольствие жизнь реально охреневающая штука если в нее поверить если не бояться мечтать потому что мечты на самом деле обязательно станут реальностью когда вы будете чисто к ним двигаться поэтому самом деле нет ничего невозможного нет ничего дорогого нет ничего сверх какого-то инопланетного есть мечта есть цель охреневающе свяжи эти два компонента и ты увидишь результат бам-бам